РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте! С Вами епископ Переславский иугличский феоктист. Сегодня Устав Православной Церкви предписывает прочитывать за Божественной Литургией стихи из 13 по 25-й, 4-й главы послания апостола Павла к римлянам. Незаконом бы обетование Аврааму. Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, тот счетно вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам, как написано, «Я поставил тебя Отцом многих народов». Пред Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее, Он сверх надежды поверил с надеждою, что сделался Отцом многих народов, по сказанному «так многочисленно будет семя Твое». И не изнемогший в вере, Он не помышлял, что тело Его почти столетнего уже омертвело. И утроба Сарина во омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное. «Потому и вменилось Ему в праведность». А впрочем, не в отношении к Нему одному написано, что вменилось Ему, но и в отношении к нам. Вмениться и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Иногда напоминания об Аврааме в посланиях апостола Павла кажутся несколько избыточными. Кажется, что апостол слишком уж часто обращается к примеру Авраама для того, чтобы показать, какой должна быть вера. Но если задуматься о самих себе, оценить свою жизнь и подумать о собственной вере и ее влиянии на наши поступки, то выяснится, что воспоминания об Аврааме очень нужны и полезны. Дело здесь вот в чем. Давайте зададим себе один простой вопрос. Как часто наши поступки, наш выбор, наши слова и мысли своей основой имеют веру? Практика показывает, что существует громадный зазор между декларацией веры и ее осуществлением на практике. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить собственную реакцию на обман или же грубость в магазине. Реакция эта, как правило, никоим образом не соотносится с верой и с тем, как призывал поступать христиан в подобных случаях апостол Петр. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благоставляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. В жизни праотца Авраама не было ничего подобного. Он не пытался сочетать веру в Бога и грубый материализм. Помимо этого, в жизни Авраама было и нечто абсолютно уникальное. Он стал первым из тех, кто смог откликнуться на призыв Божий. У него не было предшественников и примеров. Он, в отличие от нас, не мог где-либо подсмотреть правильный ответ. Он не мог знать, чему в итоге приведет абсолютное доверие Богу и жизнь по вере. А мы можем. У нас есть неисчислимое количество предшественников вере. Нам не надо ничего изобретать. Для достижения Христового Царства достаточно лишь изучения жизни святых и подражания им. Именно поэтому Церковь постоянно обращается к опыту святых. По этой же причине и апостол Павел регулярно вспоминает про отца Авраама. Ведь в первом веке по Рождестве Христовом не было иного всем известного и яркого примера святости. Апостольские чтения Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова